Всем привет! И это видео содержит приглашение ко всем желающим присоединиться ко мне в том случае, если вы в ближайшее время планируете или хотели бы сбросить некоторый вес, который вы считаете лишним. Где-то недели две назад я опубликовала на своем канале видео, в котором рассказала, что за последний год, который я проявила преимущественно работая дома, я набрала порядка 7 килограммов. Мне удавалось держать вес, контролировать его, несмотря на то, что я работала дома и значительно меньше двигалась, чем раньше. Но, тем не менее, так случилось, что около 7 килограммов приблизительно я набрала себе лишних. Так, где-то через месяц у меня в жизни ставятся интересные события, на котором бы мне хотелось чувствовать себя полностью в себе уверенной и быть обязательно одетой. Прибавка в весе не позволяет мне пользоваться моим же собственным гардеробом в полной мере, таким образом, как мне это необходимо. Поэтому, совершенно очевидно, что мне нужно от этих килограммов избавиться. Желательно это сделать за месяц, но не критично важно. То есть, если мне это удастся, я буду очень довольна собой. Если не удастся, никакой катастрофы не произойдет. Тем не менее, я для себя решила, что заниматься этим нужно, лично мне, потому что, во-первых, процесс нужно остановить. То есть, я бы не хотела где-то через 3-4-5 или 10 лет обнаружить себя в весе за центнер. А так оно и будет, если время от времени не убирать то лишнее, что наросло по той или иной причине. Во-вторых, тот вес, в котором я сейчас нахожусь, для меня не вполне приятен и комфортен, потому что я уже чувствую нагрузку на суставы, какую-то пониженную активность в целом. Ну, в общем, это не мой вес. Он выше того, который для меня более подходящий. Вот, что еще сказать. Ну, в общем, так или иначе, заниматься этим я буду. Если кто-то хочет ко мне присоединиться, то я приглашаю. Значит, здесь, конечно, вопрос такой обоюдоострый. С одной стороны, контроль за своей фигурой, я тоже так считаю, это вопрос довольно интимный. И вносить на всеобщее обозрение какие-то свои ощущения, соображения, тем более личные данные, рассказывать о своих успехах или тем более неудачах, это не совсем корректно. С другой стороны, я так думаю, что многим из нас нужна и поддержка других людей, и опыт совета других людей, которым что-то не удается. Нам желательно знать о причинах неудач других людей, опять же, для того, чтобы у нас это получалось. И кроме того, когда мы объявляем о своем решении и рассказываем о процессе так или иначе публично, ну, вроде как-то это заставляет держать себя в рамках, и к самоконтролю прибавляется еще следующий уровень самоконтроля, когда не хочется ударить в грязь лицом. Вот, и если вам нужна именно такая поддержка, то я приглашаю вас присоединиться. Вот, сегодня я записываю это видео, сегодня пятница, сегодня пятница, 19 октября, я начинаю сегодня в полной мере свою программу, чуть позже я расскажу о том, чем же я все-таки занималась две недели. Значит, в течение этих двух недель особых успехов я не добилась, но я и не ставила пока такой цели. Самое главное, что мне удалось сделать, это остановить процесс, то есть взять себя в руки и, проще говоря, прекратить есть все, что попало, все, что вкусное, бесконтрольно, и, в общем, это самый главный, первый успех. Вот, каким образом будет осуществляться общение в том случае, если вы захотите присоединиться к программе, об этом тоже можно еще подумать и дополнительно согласовать, но я представляю себе это таким образом. Встречаться у нас на каналах, то есть я буду выкладывать видео на своем канале, вы на своем, если у вас нет своего канала, вы можете его завести, если у вас нет опыта, как снимать видео, вы каким-то образом стесняетесь это делать, то я советую вам не стесняться это делать. В общем, я представляю себе это так, что где-то раза два в неделю, но не меньше, чем один раз в неделю, рассказываю друг о другу в своих видео очень подробно и конструктивно о том, что вы делали, что вы планировали сделать, что из этого удалось осуществить, что нет, каких результатов вам удалось достигнуть. Это ни в коем случае не похудейка на перегонки, то есть мы не будем соревноваться друг с другом, кому сколько удалось сбросить, сколько вешать в граммах. Нет, на самом деле, вся эта история задумывается только с одной целью, для того, чтобы поддержать и дополнительно стимулировать друг друга, обменяться опытом и вообще превратить этот процесс, во-первых, в какой-то конечный, то есть, чтобы была ясная цель вот такого видеоотчета через какое-то периодичное время, и во-вторых, чтобы, находясь в одной группе, было меньше желаний и возможностей соскочить с этого процесса. Приветствуются здоровые способы приведения своей фигуры в порядок. Я не хочу призывать к тому, чтобы лишать себя пищи, переутруждать нагрузками, применять какие-то препараты специальные для этого. Нет, ни в коем случае призываю добиваться этой цели только здоровым способом. Если случится так, что за ближайшее время, ну, скажем, за день, два, за неделю никто не откликнется на это предложение и не изъявит желание таким или иным образом участвовать в этой общей программе, то тогда я буду поддерживать эту тему самостоятельно, сама, на своем канале, рассказывать о своем опыте, о тех шагах, которые я предпринимаю и о самых разных соображениях, связанных с этой темой. Вот. Ну и я думаю, что в следующем видео я расскажу более подробно, какую программу я для себя наметила. Я еще подумаю, скорректирую некоторые детали, плюс поведаю об основных базовых принципах, которых собираюсь придерживаться в течение того времени, которое потребуется для достижения моей цели. Ну вот. Так что подумайте над моим предложением. Если у вас появятся какие-то собственные варианты и в реализации, то сообщите. Ну или просто ожидайте других моих видео на эту тему. Если появятся какие-то вопросы, на которые я смогу ответить, то задавайте. Все. Всем пока. Пока.